Ох, друзья, так и хочется, чтобы весна сопровождалась не только теплыми солнечными деньками, но и, конечно же, какими-то танцами, да? Тем более мы столько раз говорим за нашу программу, что у нас хорошая музыка, веселая, хочется танцевать. Музыка, танцы, весна, ну что может быть лучше? А лучше могут быть только самые интересные гости. Люди, которые могут вас научить танцевать, между прочим. Как раз-таки с таким человеком мы сегодня и пообщаемся в нашей программе. Яна, представляй. Сегодня у нас в гостях Оксана Кемкетова, заместитель директора музыкального театра «Рада». Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Рады вас видеть. Сотвистит название. Да, да, да. Расскажите немножечко, в каком сейчас у вас состоянии ваш коллектив? Как, ребята, чем занимаетесь, как повлиял на вас вот этот вот злосчастный кризис? Вы имеете в виду ковид? Конечно. Ну, конечно, повлиял, как на всех остальных людей. Конечно же, прошлый год у нас был немножечко такой, как бы, сложный, потому что люди многие болели, многие, как бы, не были в форме, был долгий восстановительный процесс после этого всего. Но сейчас мы полный сил, как бы, и работаем над новой программой. Вообще, насколько у вас большой коллектив? Сколько вот там солистов, не знаю, как правильно сказать, артистов, да? Артистов, да. Какой коллектив? У нас четыре вокалиста основных, одна вокалистка по совмещению работающая, и 12 пар танцоров, и плюс шесть человек оркестра. Вот это наш творческий коллектив. А вообще, возрастной танц у вас как? От скольки до скольки у вас? Вот и до. Вот и до. То есть могут писать и десятилетние, да, и петь восьмидесяти. Ну, танцор у нас, как бы, разброс возрастной очень большой, начиная от выпускников колледжа искусств, которые пришли к нам вот буквально в конце прошлого года, они активно входили в программу, это 20-летние молодые люди, ну и заканчивая с 45-летними есть. То есть такой возрастной разброс большой. Вот вы сказали, да, новая программа готовится у вас. Вот о ней подробнее, что это за программа, что это за постановка? Эта программа называется «Мы славяне». Может быть, немножко пафосное название, но мы решили, что эта программа должна быть создана, именно создана к фестивалю национальных культур, потому что наш город, как бы, такой многонациональный. Но мы не стали затрагивать все национальности, а взяли, скажем так, три самые близкие по духу народности, национальности, которые, как бы, истоки которых идут от древнего славянства. Это три сестры, как мы называем, три близкие по духу, по традициям, по менталитету республики. Это Беларусь, Россия и Украина. Вообще, насколько сложна эта программа вообще? Что она подразумевает из себя? Это только танцы или это выступление, переменно, и песни? Нет, это музыкально-вокально-хореографическая программа, где есть народные песни этих трех народностей. И, конечно, танцевальные номера, как просто лиричные, как веселые номера, очень много юмора в этих номерах. Как артисты отнеслись к новой программе? С интересом, но достаточно сложно, потому что, как бы, в нашем театре мы уже работали, знаете, цыганскую программу, у нас была казачья программа, у нас большая белорусская была программа. Но, например, Украину мы ни разу не затрагивали. Да, это достаточно новый пласт работы для нас, начиная с языкового, как бы, да, барьера для нас. Немножечко язык все равно отличается, и хотелось показать его певучесть. Ну, белорусский язык – это, как бы, родной для всех, поэтому здесь было немножечко проще, может быть, хотя тоже были свои подводные камни, потому что, как бы, надо белорусский язык, как бы, чтобы он был красивый, да, не тарабарский. Меня в это интересует абсолютно другой вопрос. У вас, когда была цыганская программа, у вас были все девочки темненькие, черненькие, как цыганки. Почему как? Мы все цыганки. Славянская где? Теперь что? Ну, я могу вам сказать, что украинки все жгуче-черные тоже в основном. А еще когда-то нам рассказывали, что на территории Гродненской области жили белорусы темноволосые с голубыми глазами. Поэтому мы не отошли от своих традиций. У нас все, да, у нас все девушки как бы темноволосые. Но это одно из, как бы, условий приема на работу. Длинные волосы покрашены. Но они у вас все очень красивые. Мы ищем. Кстати, условия приема на работу. Какой кастинг или, не знаю, какие критерии для того, чтобы стать артистом вашего театра? Надеюсь. Надеюсь, что подсчетно. Вот какие критерии? Это что? Это должно быть обязательно? Ну, образование обязательно должно быть, как вокальное. А если человек талантлив от природы и не обучался ни пению, ни игре, ни танцам? Ну, вы знаете, мы рассматриваем все варианты. Но просто работая в профессиональном коллективе, человек должен знать какие-то азы хореографические. В самодеятельном коллективе этого не приобретешь, к сожалению. Вот, и тем более у нас сейчас очень мало взрослых самодеятельных коллективов. Как-то так случилось. Это был большой коллектив Неман, его сейчас нет. Был ранница такой коллектив большой. Но их вот сейчас как бы нет. Поэтому кадры мы в основном черпаем из нашего колледжа искусств. Вот у нас были девочки, приезжие из Пинского колледжа искусств, было из Университета культуры Минского девочка. Вот. Они все приезжают проверяться. Это, ну, я не скажу, что кастинг, это может быть слишком высокопарно, сказано. Но они все приходят, привозят с собой какие-то определенные кусочки танцевальные или вокальные, показывают. И мы смотрим, на что они способны. Какие-то трюковые моменты, может быть, вращения, не знаю. Вот, кстати, о трюковых моментах и о современных танцах ваш театр показывает? Такие номера, где, я не знаю, ну, что у нас современный дрейк-данс? Это уже давным-давно, да? Такого у вас плана? Ну, вы знаете, мы все-таки, конечно, конечно, склоняемся к тому, что все-таки программы у нас должны быть народными. Но они не чисто народные. Они как бы стилизованные. И это все исходит даже из музыкального сопровождения. Потому что все аранжировки у нас сделаны в современном ключе. То есть с современными битами какими-то. Ну, то есть они не аутентичные. Мы как бы пытаемся все-таки приблизить вот эту народную хореографию, как бы, и музыку. Пытаемся приблизить именно к современности. Потому что все течет, все изменяется. Мы не можем стоять как бы на старом. Поэтому и какие-то движения, какая-то лексика, конечно же, в номерах тоже. Где-то мы используем и современные какие-то движения. Включаем, вкрапливаем в народное творчество, чтобы хотя бы этим заинтересовать молодежь. Потому что это очень важно. Если взрослое поколение, еще воспитанное Советским Союзом, еще тогда были большие коллективы гастролирующие, которые приезжали сюда и все ходили на концерт. Сейчас этого не так много. В основном молодежь в интернете. И хотелось как бы молодую публику к нам притянуть чем-то. Ну вот хотя бы современными аранжировками, современными темами какими-то. Конечно, мы не работаем в современном совсем ключе, типа брейк-данса и джаза, и еще что-нибудь. Но брейк-данс. Брейк-данс – это тоже трюки. В народном танце тоже очень много трюков. Еще попробую в танце в народном танце. Как-то трюковые номера, трюки иногда, наверное, сложнее, чем трюки в брейк-дансе. Потому что их надо вспомнить. Подпрыгнуть там, как-то сделать воздухи, шпагат, еще там. Да, одно дело в брейк-дансе сделать какое-то сложное па, и можно там встать в какую-то такую корявенькую позу, то в народном танце это, к сожалению, не пройдет. Поэтому это должны быть формы, это должна быть определенная растяжка, это должны были быть как бы натянутые стопы, спины. У вас есть любимый номер в новой программе? В новой программе? Вы знаете, когда ее ставишь сам, то каждый номер для тебя – это ребенок, как говорится, выношенный. Потому что какие-то номера рождаются сразу, допустим, вот раз – и номер родился. А какие-то рождаются в муках, как ребенка выношенный, как дети. Поэтому каждый номер по-своему любимый. Каждый номер по-своему любимый. Вот, кстати, говоря о программах, да, каждый год вы представляете что-то новенькое, да? Насколько, на ваш взгляд, часто нужно вот что-то новое давать зрителям? Или вот можно придумать новую программу, грубо говоря, и весь год ее обкатывать, показывать, и ничего нового не привносить? Ну, вы знаете, такого просто не получается. Потому что, ну, во-первых, сейчас век такой, как бы, быстро текущий, да? Время течет быстро. Даже на телевидении вот клиповое, да, решение, где все быстро, картинки меняются. Поэтому, конечно, люди хотят постоянно что-то новое. Это предельно сложно делать, потому что творчество не поддается же щелчку – раз, и ты сделал. Это надо выносить, это надо родить, это надо научить, как бы, своих исполнителей сделать то, что ты хочешь. Ну, элементарно даже просто написать сначала музыкальное сопровождение, потом, как бы, перенести на эту музыку хореографию какую-то. Это все длительный процесс. Но у нас очень много постановочных, например, номеров, бывает на концерты большие, которые проходят в филармонии, в драмтеатре. То есть там тоже есть номера, которые нам заказывают, например. Вот надо сделать там или финал какой-то, развести красивый или еще что-то. Поэтому постановочная работа постоянно идет какая-то. Вот. А насчет того, что быстро, не быстро меняются программы, почему, ну, я уже сказала, почему невозможно быстро их сменить. Потому что это все-таки такой процесс длительный. Программа полтора часа? Ну, хорошо, хотя бы час-пятнадцать. Это минимум 20 номеров. Это надо написать аранжировки, придумать сюжет номера, о чем номер, почему номер. Придумать хореографию, научить этой хореографии людей, чтобы они выучили, чтобы эта хореография легла в их тело, чтобы она смотрелась легко. Да еще и наряд на каждый костюм свой какой-то. Ну, о костюмах это отдельный как бы разговор, да, потому что это тоже достаточно сложный процесс. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в этот утренний час. Мы, естественно, да, я желаю новую программу. Я уверен, она пройдет на ура. Конечно, хочется, чтобы побыстрее все открылось, все фестивали состоялись, чтобы вы нас радовали. Чтобы вы не скучали по зрителям, а зрители по вам. Спасибо большое. Спасибо. Название у нас рада, и мы должны радоваться. Поэтому давайте радоваться. Спасибо. Ну, и поэтому, друзья, давайте радоваться вместе, ну и, конечно же, танцевать. Далее музыкальный клип. Субтитры сделал DimaTorzok